Бэнди! Мы все любим Бэнди! 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 Играет свет! Чуть не забыл. Пусть запоздало, но всё-таки поздравляю вас с прошедшим праздником Нового года и с наступившим 96-м. Надеюсь, что всё у вас получится в этом году, и учиться вы будете лучше, и уроки будете делать скорее. Почему скорее? Потому что именно уроки вас держат от того, чтобы броситься к своим приставкам и играть с утра до ночи. И правильно, что они вас держат, потому что учиться всё-таки гораздо важнее, чем играть на компьютере. Хотя вы, наверное, со мной не согласны. Но да бог с вами. Так вот, желаю вам успехов, чтобы у вас все игры игрались до конца, чтобы вы узнали все пароли, чтобы вы доставали те картриджи, которые вам нужны, а ненужные картриджи куда-нибудь быстренько сплавляли или меняли на более хорошие, более интересные. Так вот, о чём это я? А, о том, что в мире новой реальность Нового года нет. Почему, спросите вы? Да потому что я не знаю ни одной игры, где действие происходило бы на празднике Нового года. Я не знаю ни одной игры с участием Деда Мороза, Снегурочки и всевозможных других новогодних персонажей. Ну, представьте себе, Шварценеггер или там Робокоп появляется на новогодней ёлке где-нибудь в каком-нибудь американском интернате. Ну, глупость, рада же. Так вот, Нового года в мире новой реальности нет, но там есть совсем другое. Начнём с 8-битных игрушек. Для начала, прежде чем рассказывать об этих трёх играх, которые у меня в руках, маленький урок английского языка. Stick Hunter, так называется вот эта игра. Stick по-английски палка, Hunter это охотник. И впервые взявшему этот картридж в руки может показаться, что это игра про какого-нибудь охотника, который убивает своих жертв палкой. Однако же Stick по-английски это ещё и клюшка. И вот тогда всё становится на свои места. Stick Hunter это значит ледовый ас или великолепный хоккеист. В общем, игра спортивная, про хоккей, а не про охоту, как многие думают. Но это хорошо всем знакомый Марио. Не знаю даже какая часть, сейчас мы с вами узнаем. И, наконец, третья игра. Это лодочная дуэль. Сейчас у нас в России все реки и водоёмы скованы льдом. Лёд очень толстый, и по нему можно ездить даже на машинах. И о лодочных прогулках на время, до весны, а, наверное, даже и до лета, следует забыть. Поэтому вдвойне приятно ставить картридж водная лодочная дуэль и погонять на быстроходных скутерах. Тем из вас, кто когда-нибудь катался на моторной лодке, наверняка хорошо знакомо ощущение, когда мотор льёт, и лодка, пытаясь вырваться из-под вас, устремляется вперёд, оставляя по бокам огромные стены воды. Вот таким любителям острых ощущений, да и, в общем, всем остальным игрокам, адресована эта игра. Филигранная точность управления маленьким юрким судёнышком и, конечно же, реакция, которая нужна при любой игре. И тогда вы сможете участвовать в чемпионате мира по скутерным гонкам. Хочется отметить, что для 8-битного формата наличие нескольких видов проекции очень похвально. По-моему, никогда раньше я в 8-битном формате с таким не встречался. Здесь есть вид сверху, вид сзади и вид сбоку, совершенно мультипликационный. Да, что ни говорите, а 8-битный формат хоронить рано. Ну, а это вот тот самый таинственный Марио. От которого уже деться некуда. В каких только форматах он не лазит. И 8-битный его, конечно, родной. Именно там он появился в 88-м году и с тех пор оттуда не хочет уходить. Ну и, пожалуйста, пусть не уходит. Никому он там не мешает. А наоборот, даже иногда помогает. Всяким принцессам и своим друзьям. Главное, своему брату Луиджу. В данной игре мы видим, что Марио приобрел некоторые несвойственные ему качества. Он обладает возможностью кидать бомбы и взрывать то, что находится перед ним. Как вы помните, начальный, оригинальный Марио мог только прыгать на головы своим соперникам. Это Марио, переходящий в 21-й век. Естественно, вооруженный гораздо лучше. Но что касается интересности и графики этой игры, тут она, на мой взгляд, уступает своей прародительнице. Поэтому я в ней играл без удовольствия. Не знаю, может быть, вам она придется по душе. А вот это прекрасный образец того, как 8-битный процессор может послужить доброму, даже, я бы сказал, полезному делу, спорту. Это игра Stick Hunter. С клюшкой наперевес. Вот так, пожалуй, можно перевести эту игру, если хорошенько подумать и облечь ее название в такую легкую литературную форму. Вот радуется команда, сейчас только что забившая гол в ворота соперника. Ну, а соперники стоят уже готовы начать новую атаку. Посмотрим, получится ли это у них. Обращу ваше внимание, что для 8-битки не совсем привычный вид. Так, немножко сверху и сбоку. Те из вас, кто был когда-нибудь на хоккее, знают, что в Ложняках, например, в Москве, именно на этом месте сидит правительство и всякие важные гости. Ну, а кем вы себя захотите ощущать, большой шишкой или суперхоккеистом, это уже ваше дело. Не знаю, как вам, а мне игра лодочный дуэль из этих трех понравилась больше всех. Ну, а сейчас давайте отправимся в 16-битный формат и посмотрим, что там происходит. Путешествуем через звездные врата в интергалактические измерения, нескончаемые акции, опасность и приключения. Мы встречаемся с жестокими и неизвестными мирами в более чем 30 уровнях и заданиях. Представляете, сколько там всего интересного? Единственный недостаток этой игры в том, что она для одного игрока. Ну, как правило, вы всегда и сидите одни за приставкой. Это вы, вооруженный немецким автоматом Шмайсер, модели 1937 года, вы отправляетесь в далекий и полный опасности путь по безжизненной пустыне. Правда, совершенно безжизненной ее не назовешь. Здесь водятся вот такие вот недружелюбные чудовища, в которых, приглядевшись, можно узнать жуков-скоробеев. Это такие жуки, которые водятся в теплых странах, в пустынях и размером не больше пятикопеечной монеты. Но, а в этой игре из них сделали настоящих монстров, как, впрочем, и из маленьких безобидных хамелеончиков. В природе хамелеон не причинит вам никакого вреда. Только не в этой игре. Довольно приличная в игре музыка. И посмотрите, как добросовестно выписаны все фоны и перспективные движения героя. Термаконами довольно давно уже сподобилась создать продолжение своей знаменитой Костельвании. На этот раз игра носит название Bloodlines, что означает «кровопотень». Знаменательно, что действие этой игры происходит в году, который вам, наверное, уже не так памятен. Может быть, вы даже и не знаете, что это за год. А вот нам и вашим родителям хорошо известны цитаты. 1917 год. В это время в России совершилась революция, после которой так много всего, кого нехорошего, случилось с нашей страной, из которого мы сейчас пытаемся выбраться. Ну, а игра это никакого отношения не имеет к Октябрьской революции. Просто случайно получилось, что в ней происходят события именно в этом году. Кстати, события не менее кровавые и не менее печальные. Главный герой игры, потомок древнего дворянского рода, на этот раз не изменил себе тоже. Он не отправился на каток, не пошел в Дом культуры, даже в бильярдную не захотел идти. Опять его тянет и тянет в подземелье. Мрачные сырые подвалы. И в этих мрачных сырых подвалах вводятся вот такие забавные скелеты, которых достаточно просто кинуть копьем, и они исчезают, но, к сожалению, не навек. Через некоторое время они возникают на других уровнях игры, и постоянно нужно помнить о том, что скелет тебе не товарищ. Как не товарищ тебе и все остальное в этой игре, кроме твоего верного кнута. Кнут заменяет вам и саблю, и пистолет, и все на свете. Правда, если вам надоело махать плеткой, вы можете поменять свое оружие и вооружиться копьем или мечом. В отличие от игры Stargate или Костлевания, предназначенных для одного игрока, игрушка NBA Jam в самом роде уникальна. В нее можно играть вчетвером. Ну, конечно, для того, чтобы играть вчетвером, нужно иметь специальное оборудование и провода, и адаптеры. Ничего из этого у вас, конечно, нет. Давайте посмотрим просто, как развлекаются американские суперпопулярные баскетболисты. Причем именно развлекаются, а не играют. Потому что после матча усталые, но довольные игроки решили продемонстрировать зрителям все свое потрясающее мастерство. И сыплются удар за ударом, бросок за броском, прием за приемом. Если вы играли в баскетбол, то знаете, что у этого вида спорта только один очень крупный недостаток. Я считаю, самый главный. Корзина очень высоко висит. Висела бы она на уровне пояса. Как весело и приятно было бы играть в баскетбол. Но героям этой игры совершенно все равно, на каком уровне корзина, и в таком вот даже высоченном прыжке они заколачивают мяч в эту тугую лукошку. Говорят, Майкл Джордан, великий баскетболист, нарушает все законы физики, пролетая полплощадки в полете, когда все остальные игроки уже приземлились. Не знаю, в жизни такого не видел, а в этой игре сплошь и рядом. Вот, посмотрите, например, сейчас. В атаке красные и... фантастический прыжок. Ну что ж, с сеговскими картриджами разобрались. А теперь, видите, у меня стоит уже на парах, как говорится, геймбой. Это маленькое компактное устройство для игры, компьютерные игры. Вот, ой, боже мой, посмотрите-ка, я первый раз вижу, чтобы на геймбоевском формате появился земляной червяк Джим. Победитель многочисленных конкурсов, обладатель великолепных титулов, «Игра года», «Лучшая игра действия», «Лучшая смешная игра», «Игра года два». В общем, сколько у него всяких этих титулов не сосчитать. Так вот, попытались сделать создатели вот что. Они взяли 16-битную игру, сеговскую, как вы знаете, и потихонечку, полигонечку, но очень хорошо и очень грамотно перевели ее в 8-битный геймбоевский формат. Давайте посмотрим. Действительно, очень хорошо и очень грамотно. По части действия, могу поручиться за это, она совершенно не уступает своим 16-битным братьям. График, конечно, слабоват, музыки вообще никакой, но разве это главное? Самое главное вот что. Ударив корову, можно сбросить ее с бугра, но если, конечно, вовремя вернуться от холодильника. А потом вперед по шинам, которых тут величайшее множество. Это свалка. На свалке, как обычно, кроме бомжей, еще летают вороны. Вороны падают от меткого удара, а вы отправляетесь дальше. В вашем распоряжении переводки, блоки, тросы. Именно по ним вы отправляетесь в следующий уровень. Ну, сейчас маленькая заминка у меня случилась, я никак не могу догадаться, какую кнопку нажать, чтобы перейти через эту стену. По дороге можно завалить несколько ворон. Не жалко, их там много. И снова в путь. А это картриджи Donkey Kong и Asterix. Много лет назад, когда в магазин еще не было продуктов, и доставать их было очень сложно, такое время было, представляете? На работе взрослым выдавали такие заказы. В этих заказах было что-то очень вкусное, очень ценное, а что-то такое, ну, поплошь. Например, сгущенка, которую все очень любили и до сих пор любят, и в нагрузку какая-нибудь гречневая крупа или соль, которую можно было бы просто так купить. Так вот, если принимать червяка Джима за сгущенку, то Asterix и Donkey Kong это так, в нагрузку. И самое главное, я знаю точно, никто на меня не обидится за эти резкие слова. Мало того, я еще могу речи сказать. Из всех геймбоевских игрушек эта игра наиболее, как бы сказать, ну, не тупая, но простая. Простая и очень примитивная. Хотя, я знаю, что на геймбое уже пробуют свои силы и учащийся детских садов и ясель. Для них, безусловно, это будет первое маленькое окошечко в мир новой реальности. Но, увы, только для них. Если вы пойдете в школу с этим картриджем, вряд ли вам его удастся выменить даже на Asterix, к которому мы сейчас и переходим. Asterix маленький, суетливый старикашка в шапке с крылышками. Он похож, как и все восьмибитные плаформенные герои, на Марио. Но задача у него несколько сложнее. Надо искать ключи, открывать всякие буквы, собирать звездочки, а в конце концов завершить цель всей своей жизни. Спасти свой многострадальный народ от беды и лишений. Впрочем, такая задача у всех героев и не только в компьютерных играх. Вот сейчас даже на качели попасть не могу, посмотрите-ка. А еще герой называется. Нет. Ага, получилось. Дальше больше. Враги и противники ходят с мечами и копьями, острые пики торчат прямо из земли, а идти дальше надо. Кажется, я сейчас погибну. Точно. Противники компьютерных игр нападают на геймбой за то, что он такой маленький, его можно носить в школу и в школе играть под парты или во время урока, что я вам не рекомендую делать, потому что вы схлопочите двойку и будет у вас больше неприятности, чем радости. Так вот, эти самые противники геймбоя сказали, что нужно выпускать большие геймбои, чтобы их нельзя было носить в школу, а можно было играть только дома. Вот скоро налаживается на одном из подмосковных заводов, ну, конечно, секретном заводе, конечно, выпуск таких геймбоев здоровых. Один из опытных образцов у нас стоит в студии, скоро они появятся в продаже, будут они стоить примерно 40 миллионов рублей, и каждый из вас может позволить себе такую игрушку дома. Шутка. Ну, вот, наконец, и Супер Нинтендо. Два кадры же сегодня это Восстание роботов, игрушка, напоминающая Mortal Kombat, Street Fighter, в общем, боевая, и Индиана Джонс. У каждой из этих игр есть своя изюминка. Вот, скажем, Восстание роботов изюминка в том, что она сделана под музыку, написанную Брайаном Мэйм. Поклонники группы Квинт наверняка знают, кто такой Брайан Мэй. Это ближайший друг, соратник, сподвижник, я бы даже сказал, Фредди Меркьюри, который, к сожалению, умер, как вы знаете, от нехорошей болезни. Но Брайан Мэй, слава богу, жив, поэтому он снабдил фирму Acclaim, автора этой игры, своей музыкой. Это очень интересная и не совсем обычная такая платформенная драка. Ну, что долго рассказывать лучше один раз увидеть, чем 158 тысяч раз услышать. Итак, восстание роботов. Сначала обратим внимание на ту самую пресловутую музыку, которой приложил руку Брайан Мэй. Чувствуете, сколько в ней напора, как она отличается от всех остальных пищалок и зуделок, которыми, как правило, снабжается компьютерная игра. Закончив с одобрительными возгласами по поводу музыки, перейдем к изображению. И вот тут-то как раз и кроется следующий изюминка этой игры. Все герои трехмерные. Как и мы с вами. У них есть длина, высота и, что самое главное, ширина. Раз, два, три, четыре побеждает тот, кто шире. Хочется такой вот стишок сочинить. Да, шире оказался лоудер и сайборг, вынесенный на обложку картриджа, кстати, проигрывает, но это не последний бой в его жизни. Переходим к следующему раунду. Здесь сайборг встречается со страшным железным героем по имени Эйп. Кстати, лоудер, только что победивший в предыдущем раунде, переводится как грузила, а Эйп обезьяна. И сейчас вы увидите, что грубая сила не всегда решает исход поединка. Иногда надо и голову приложить. Точнее, приложить в голову. Так что у этой игры не то, что изюминка, а целый фунт изюма. А у картриджа Индиана Джонс своя изюмина. И она вот в чем заключается. Под заголовок игры Индиана Джонс Greatest Adventures, то есть величайшие приключения Индианы Джонса. В чем удобство? Здесь, в этом картридже, сюжеты всех трех фильмов трилогии об Индиане Джонсе. Вспомним эти фильмы. В поисках Ковчега, Храм Судьбы и Последний Крестовый Поход. Вот вся эта трилогия впихнута, можно сказать, даже всунута и затянута вот в этот картридж. Там есть огромный валун, как в фильме В поисках Ковчега. Там есть всякие веревочные лестницы и мосты навесные, как в фильме Храм Судьбы и вагонетки на рельсах. Ну и три испытания, которые пришлось пережить Индиане Джонсу в фильме Последний Крестовый Поход. Как вы помните, там только вера в Бога и что-то еще, я сейчас уже не помню, но вера в Бога это главное, конечно, помогло Индиане Джонсу прийти все-таки к тому месту, где находится Священный Грааль и для одних героев этого фильма все закончилось очень плохо, для Индианы и его отца все закончилось очень хорошо. Надеюсь, что и у вас в этой игре все получится. Давайте посмотрим несколько кадров из этой игрушки. Особенно замечательно то, что авторам игры удалось почти полностью передать музыкальную канву этого великого геметографического произведения. Знаменитая музыка «Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па», которая взбудораживала умы и слух миллионов подростков во всех странах, здесь звучит так же гордо и так же симфонично. Ну, а что касается графики, здесь вопросов нет никаких. Практически вершина супернинтендовского видеопроцессора. Смотрите, мельчайшие тени, каждая черточка на кирпиче ярко и образно нарисована. Сам Индиана, как мне кажется, похож на Гаррисона Форда, исполнителя этой роли кинотрилогии. трилогии. К сожалению, он так быстро бегает, что лицо его разглядеть не удается. Зато удается пережить настоящий ужас, отправляясь в вагонетке по зыбкому рельсовому пути над рекой лавы. Вот здесь вам пригодится вся ваша реакция и сноровка. К счастью, если вы упадете вниз, то даже не получите никакого ожога. У нас новая реальность, никакого отношения не имеющая к настоящей жизни. Ну, вот только что на ваших глазах это со мной и произошло. Отправляемся дальше. Ну, а попробуйте теперь догадаться, что же я приберег вам на закусочку. Вы когда-нибудь закусывали динозаврами? Наверняка нет. Во-первых, потому что они большие, во-вторых, потому что они не продаются в магазинах. Но у меня есть на закусочку специальный динозавр по имени Йоши. Это последний наш рассказ об этом маленьком зеленом существе. Целый месяц мы с вами любовались этой игрой, ее звуком, ее анимацией и графикой. Ну, хватит, я думаю, с Йоши достаточно. В следующей программе мы обязательно выберем другой картридж и будем подробно о нем рассказывать. Ну, а сейчас, перед тем, как проститься с вами, давайте простимся с Йоши. Как следует. Как следует, это значит насладимся этой потрясающей, великолепной игрушкой без моего вмешательства. Оценим все от этой вот мультипликационной суперзаставки до всех мельчайших шумов и движений персонажей. Прощай, Йоши. И здравствуй, Йоши. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, и закончилось наше путешествие, очередное путешествие в мир новой реальности и компьютерных игр. Сейчас вас ждет сказка. Но, согласитесь, и то, о чем рассказываем мы в наших программах, тоже к настоящей жизни никакого отношения не имеет. Вокруг нас не живут динозавры, мы не можем сражаться лазерными мечами, и уж, конечно, даже за самую маленькую драку в школе на перемене мы получим большие неприятности, в отличие от героев, скажем, игры Mortal Kombat. Да, мир новой реальности отличается от мира нашей с вами жизни, но, может быть, именно поэтому мы и продолжаем делать эту программу. Пока! Продолжение следует...